Добрый день! Давайте начнем. Сегодня у нас седьмая, восьмая лекция. Она будет касаться динамики и управления. Согласно плану, я хотел рассмотреть динамику и несколько способов управления, но я думаю, что времени у нас хватит только, чтобы посмотреть на управление по положению. А управление по взаимодействию я расскажу тогда в отдельном видеоролике, в котором буду пояснять четвертое практическое задание. Прежде чем перейдем к сути самой презентации, хотелось бы дать несколько организационных вводных по поводу сроков и изменений в принципе политики. Значит, первое, что хотелось бы напомнить, что следующее занятие у нас, не считая завтрашнее практическое занятие, будет 17 ноября. 12 ноября. То есть у нас будет перерыв в месяц наших совместных... Завтра два занятия есть на Грифцово, если не ошибаюсь, и потом у нас будет перерыв в месяц. За этот месяц надо выполнить, по сути, все проектные, все практические задания и выполнить проект. Я сделаю несколько консультаций, либо очные, либо в Zoom, еще подумаю, где буду принимать работы. Суть какая, что если посмотреть на календарь, мы можем ограничить, ввести следующие сроки. В следующей неделе я буду недоступен, поэтому принимать занятия, практически задания буду в ноябре, помимо занятия, которое будет у нас завтра. Так что за первую неделю ноября, от первого до пятого, надо будет сформировать задание на проект. В этом задании на проект, что он из себя представляет, это лист отчета, в котором указана тема, название, собственно, что вы хотите сделать. Помимо этого, цель, которая содержит ожидаемый результат. Что вы хотите, в общем-то, провести, какая у вас гипотеза, какое исследование хотите получить, что должно быть на выходе. И как вы, собственно, эту цель хотите достичь? Задание. То есть надо разбить одну глобальную цель на задание. Это те этапы, которые надо пройти, неминуемо, чтобы добиться цели. И подчеркну, что надо указать ожидаемые результаты. Я об этом еще распишу в силобусе подробно, чтобы у вас было текстово все это написано. Но говорю сейчас, чтобы сразу закрыть мне вопросы. Потом непосредственно сделать проект надо будет за неделю. От 5-го, считаем, до 12-го ноября. Это чтобы не получить штрафные санкции. После этого будет происходить снижение баллов. Соответственно, это сдать. С меня добавить несколько консультаций, чтобы вы могли, соответственно, сдать, я имею в виду, выполнить его непосредственно без защиты. То есть у нас там, как вы помните, три стадии. Надо дать проект, надо непосредственно его выполнить. Здесь надо будет прислать мне на почту. Здесь выполнить, а сдать до 19-го. Соответственно, 12-е, 19-е ноября. Это сдать. Потому что здесь будут консультации, но, возможно, на всех не хватит. Поэтому времени больше. В силу того, что три недели на выполнение всего проекта, не считая эту неделю и следующую, в ноябре три недели, предполагается, что сложность самого проекта будет примерно такая же, как четвертого практического задания. Поэтому пропорции между экзаменом и проектом сделаем поровну. То есть 20 баллов за проект, 20 за экзамен. Каждой лекции я подгружу на Яндекс.Диск, что можно почитать, чтобы подготовиться к материалу. Большая часть информации, по крайней мере, все, что я использовал для подготовки, она все на английском языке, но я попробую найти что-нибудь на русском релевантное. Но по-хорошему, вся литература на английском. Ну и последний пункт вас не касается, а касается тех, кто занимается на английском языке. У них прошло только 4 лекция сейчас, 5, 6, 7, 8. Я скину ссылки на видеоролики, где эти темы раскрыты. Это, собственно, все организационное. Есть ли вопросы? Опять же, это все распишу в силабосе и комментарии по четвертому практическому... Консультации. Здесь я добавлю консультации, чтобы вы могли сдавать. Практически задания надо сдать до конца ноября. В начале декабря экзамены, там несколько потоков на экзамен, у каждого своя дата, по-моему, последняя, 6 декабря. Все по курсу надо будет сдать до экзамена. Еще вопросы? Оно будет касаться лекционного материала. Лекционного материала плюс той литературы, которую я приложу к этим лекциям. Лекции, они краткие, многих комментариев не хватает. Я добавлю, что еще можно почитать, чтобы углубиться в эту тему. Практически, то есть лабораторная? Да, лабораторная. До 30 ноября. То есть ноябрь у нас на то, чтобы разобраться в теории, почитать литературу, выполнить все задания лабораторные, выполнить проект в темпе, который будет вам комфортен. Там будет у нас по расписанию еще две лекции в конце ноября, но они... Этот материал не нужен для выполнения практических заданий и проектов. Он нужен для экзамена только. Устный. В смысле, теория или практическая гадача? Теория. Да. А практический будет касаться исключенной теории, формул. Симулятор запускать не надо будет. А экзамена получается гадача или гадача? Да. У вас оно должно быть в расписании написано. Отдельное занятие, отдельная промежуточная аттестация. Там несколько потоков. Еще вопросы? Да. Отправлять на почту, плюс будет дополнительная консультация, кто хочет обсудить. Но это надо будет порешать. Само задание больше на почту. Да. Давайте отметим. на почту, плюс можно очно, соответственно, выполнить. Тоже можно на почту. Почта, плюс, или напишу так, или очно. Защита только очно. Вот так. Все с вопросами? Ну, презентация это может быть live script. Просто в pptx презентацию делать не надо, просто чтобы у вас все материалы, которые вы хотите рассказать, были собраны в одном файле, и лучше все сделать в live script. там же написать все уравнения, картинки, пояснения. Один компактный файл. Окей. Давайте теперь про лекцию. У нас времени до 50 минут. Давайте вспомним кратко материалы предыдущих лекций, которые были содержательные. Первые две у нас были разогревочные. Кто помнит, что такое моделирование? Здорово. Ассимуляция или эмиционное моделирование? Для исследования, для изучения перфоманса, характеристик, поведение, производительность системы. Третья и четвертая была про бонграфы и моделирование контакта. Способ, который позволяет моделировать динамические системы с точки зрения обмена мощностями между составляющими этой системы, что есть в любой физической сфере. Есть эфорты, есть флоу. Это усилия и потоки, которые, если вы перемножите между собой, будет мощность. Мы рассматривали с вами примеры одномерной системы. пружина, демпфер и что можно описать механическую систему. Можно выразить и другие системы. Например, это модель электродвигателя, который содержит в себе компоненты электрические и механические. Потом мы с вами посмотрели, как можно промоделировать рычажный механизм. Если использовать обычную кинематику на основе тригонометрии, где у вас скалярные значения для каждой скорости, где проекция для х, для проекции для у, то бонграфт становится вот такой страшный. Просто потому, что это неправильный инструмент для моделирования движения тела в пространстве. Четвертая, пятая, шестая была как раз про этот способ моделирования движения тела в пространстве. Мы рассмотрели с вами, как можно описать ориентацию тела в трехмерном пространстве с помощью матрицы поворота. Здесь я ее запишу, чтобы у нас это уравнение было на доске. Оно нам понадобится. Что с помощью матрицы R мы можем описать ориентацию тела. Например, если у нас есть система координат и система координат, точка выраженной в системе координат J, мы можем выразить эту же физическую точку в другой системе координат I, если у нас есть матрица поворота. Вот такая у нас зависимость. На входе у нас есть координаты точки P. Пока это ориентация только. Ориентация точки P в системе координат J, мы можем ее выражить в системе координат I. И здесь же выражение для угловой скорости, что угловая скорость равна не производной от матрицы поворота, а на произведению производной матрицы поворота на ее обратную, что есть и обратная равна транспонированной в случае матрицы поворота. И здесь мы можем прописать индексы. Эта форма записи нам показывает выражение угловой скорости для тела I. Вот этот нижний индекс указывает, на какое тело мы смотрим. Здесь мы выражаем движение тела I. Движение тела I. Тело двигается относительно тела J. Движение относительно J. И здесь мы пишем, а в чем выражено это самое движение? В какой системе координат выражено движение? Мы можем выразить как в системе координат тела, здесь I, I, так и в системе координат тела, относительно которого тело двигается. То есть здесь может быть J, J. И в таком случае мы должны просто поменять местами эти слагаемые. И тогда у нас будет движение тоже тела I относительно тела J, но в данном случае выражено в системе координат тела J. Это угловая скорость. Здесь мы должны поставить еще вот такой знак тильда, который означает, что здесь угловая скорость, выраженная в космосиметричном виде. То есть здесь это матрица 3х3. Ее же можно описать в векторном. В векторной форме записи будет три элемента в векторе. Аналогично тому, как мы можем выразить с помощью матрицы ориентацию, также мы можем описать не только ориентацию, но и всю конфигурацию тела в пространстве, используя однородную матрицу преобразования. В таком случае у нас есть аналогичная форма записи, только вместо P, I я пишу большое P, I. Здесь P, I это элемент из, это вектор из трех элементов. Соответственно, Px, Py, Pz. Px, Py, Pz. А в случае однородной матрицы преобразования этот вектор должен быть из четырех элементов, потому что однородная матрица преобразования 4х4. И у нас получается вот такая форма записи, где AH, однородная матрица преобразования, состоит из матрицы поворота вектора P, I, P, J, 0, 1. Аналогично тому, как мы выражали угловую скорость перемножением матриц поворота, одна из которых на самом деле производная, а вторая обратная, аналогичная, мы можем написать и для однородной матрицы преобразования. только в этом случае у нас будет не угловая скорость, а пространственная скорость, которая содержит информацию и об угловой скорости, и об линейной скорости. Мы обозначаем это в виде твиста, пространственный вектор скорости по-русски. Мы можем написать аналогично его как движение тела I относительно тела J, и все это движение выражено в системе корня J, тогда мы должны перемножить две матрицы, однородную матрицу преобразования, с следующими индексами. Есть такое мнемоническое правило, что здесь же индекс должен быть точно такой же, как и вот на первом месте, по второй диагонали другой элемент, и мы ставим производную, где вверху вот такой же элемент J, и внизу элемент I, то есть вот здесь производная. Если мы выразим движение в системе корнянт не J, а I, то у нас твист будет считаться по-другому. Тоже две однородные матрицы преобразования. По главной диагонали пишем I, по второстепенной диагонали J, и точку ставим, соответственно, вот здесь. То есть мы как бы поменяли местами их и выразили движение в другой системе координат. То есть здесь можно считать, что I – это система координат тела, и мы выражаем движение тела относительно какой-то другой, допустим, фиксированной системы координат. То есть можно выразить движение этого фломастера относительно стула. А здесь мы выражаем движение тела I, допустим, этого же маркера, в системе координат тела I. Это нужна в том числе для решения обратной задачи динамики. Такая форма записи. Так, здесь выражены, прописаны несколько важных формул. Это мы знаем, мы только что это вывели. Если расписать почленно вот эти однородные матрицы преобразования, то мы можем получить и выражение для линейной скорости. Она будет равна умножить однородную матрицу поворота, умножить на производную от вектора положения. И ее же можно записать в косметричной форме записи. Иногда это тоже надо. По-моему, в нашей лекции сегодня это не понадобится. И вот эту зависимость для угловой скорости и зависимость для твиста можно рассмотреть как дифференциальное уравнение. У нас действительно есть элемент с точкой. Здесь коэффициенты. И мы можем решить, чему равна однородная матрица преобразования, решая экспоненту в степени угловой скорости в случае поворота, либо экспоненту в степени твиста в случае пространственного движения. Экспонента в степени считается через ряд Тейлора, но что не очень удобно. Но также у нас есть формула Родрика, которая говорит, что если у нас есть экспонента в степени угловой скорости, то нам достаточно использовать вот эту формулу, чтобы посчитать однородную матрицу поворота. И ее составить очень просто. Как считается, например, угловая скорость? Что если у вас движение относительно z, то вы говорите, что единичный вектор угловой скорости равен 0, 0, 1. Потом берете косимметричную запись, и у вас получается как раз угловая скорость. Если у вас движение по x, то, соответственно, у вас 1, 0, 0. Ну, по y понятно. Дальше мы умножаем на синус угла, то, что снимается с сенсора. Квадрат косимметричной формы записи, ну и 1 минус 8. То есть банальная формула получается. Очень легко посчитать матрицу поворота. Аналогично мы можем поступить и для однородной матрицы преобразования. Оно несколько сложнее. Там есть вывод. По-моему, у меня даже в презентации был вывод. Ну, не суть, что тоже, на первый взгляд, кажется страшная формула, но если взглядеться, ничего сложного нет. И есть еще такая замечательная формула Брокета, которая позволяет решать прямую задачу кинематики. определять положение энд-эффектора или любого другого тела, которое нас интересует, относительно базовой системы координат, если мы знаем все отвисты, все единичные отвисты. Эту формулу будем как раз решать для того, чтобы, в частности, посчитать потенциальную энергию. Как вы помните, потенциальная энергия равна mg h2 высота. Соответственно, нам надо знать высоту каждого центра масс, и она берется как раз из-за однородной матрицы преобразования центров масс каждого звена. То есть вы посчитали с помощью этой матрицы, однородной матрицы преобразования каждого центра масс, и оттуда вычленили y-координату. И так мы будем считать потенциальную энергию. В твистах мы можем использовать не только два компонента, мы можем выражать тело одно относительно второго, и все это движение выражать относительно третьего. То есть там могут быть три элемента. В таком случае мы можем переходить от твиста в одной системе координат в другую, используя матрицу, сопряженную или присоединенную матрицу, adjoint, которая называется. Если мы хотим выразить range, пространственный ко-вектор силы, в другой системе координат нам надо умножать на транспонированный adjoint, и в бонн-графах это преобразование координат обозначается с помощью модулированного трансформера. Это что касается кинематики? Это дифференциальная кинематика. Если мы знаем вектор угловых скоростей каждого сочленения, если мы умножаем на e-kb-an, мы получаем пространственный вектор скорости, твист, если мы знаем, какое усилие действует на end-effector, мы умножаем на транспонированный кибиона, получаем момент, который надо развить, чтобы скомпенсировать это усилие. И опять же, это тоже моделируется через трансформер в бонн-графах. Это кратко в предыдущих сериях. По идее, это то, что мы уже рассмотрели. Теперь непосредственно перейдем к динамике. Помните ли вы кинетическую энергию тела? Вы уже много раз обращались к этой формуле. mv квадрат — это если у вас скорость скалярная. Если у вас скорость — это вектор, то вы не можете вектор в квадрат умножить. Вы не можете вектор перемножить на вектор. Вам надо обязательно транспонировать. Поэтому у нас такая форма записи. m здесь скаляр, v — это вектор транспонированный, v — не транспонированный, собственно, просто вектор. Ну, представляете, что у вас есть v — это, допустим, какой-нибудь vx, vy, vz. То, чтобы получить квадрат, вам надо взять транспонированную, умножить на вектор. Тогда у вас получится квадрат, который будет скаляром. Сейчас мы выразим выражение для кинетической энергии в форме записи вот этого винтового исчисления и группли, ровно точно так же, как мы выражали угловые скорости или пространственные скорости. Используя эту же форму записи, мы выразим кинетическую энергию. Это наша цель для вот этого раздела, лекции. Когда мы считали в первых занятиях кинетическую энергию всей системы, мы суммировали кинетическую энергию каждого элемента. Как, допустим, кинетическая энергия двузвенника — это кинетическая энергия первого тела плюс кинетическая энергия второго тела. Примерно так же. Если мы хотим выразить кинетическую энергию им в занятии, мы упрощали систему, считая, что у нас вся масса средоточена только в одной точке. На самом деле это не так. На самом деле масса распределена по всему объекту. И нам надо выразить, а как, собственно, инерция, как энергия зависит от распределения массы по всему звену. Мы можем взять вот это концептное вооружение и разбить все тело на маленькие кусочки, на бесконечно малые объемы. У нас есть какая-то система координат, у нас есть тело со своей системой координат. И, допустим, мы разбили весь этот объем на маленькие-маленькие кусочки. Тогда мы можем посчитать кинетическую энергию вот этого маленького объема, взять интеграл, и мы получаем кинетическую энергию всего тела. Такой концепт мы будем выражать. Значит, сначала нам надо выразить, чему же равна кинетическая энергия вот этого маленького объема, бесконечно малого. Он будет равен, ну, 1 вторая, как и было, масса, в данном случае это dm, маленький кусочек, умножить на p с точкой, это p, это положение, где находится этот маленький объем. Соответственно, здесь это все равно что квадрат. Здесь должна угадываться предыдущая форма записи. dm мы расписываем как произведение плотности от объема. При этом плотность у нас величина не постоянная, это функция, которая зависит от положения. Что если мы рассматриваем тело, допустим, в симуляторе, в матлабе, там да, там плотность постоянная. Но если рассматривать только один блок, но если вы соединили жестко несколько блоков с разной плотностью, то плотность у вас не постоянная. Если мы рассматриваем, в принципе, робота, там звено, какой-то кожух металлический внутри двигателя и пустоты, плотность является величиной непостоянной. Поэтому здесь она указана как функция от положения. И вот. Кинетическая энергия всего тела будет равна интегралу по всему объему. Если бы плотность у нас была бы постоянной, мы могли бы вытащить его под знак интеграла, но оно не является постоянной величиной, поэтому так и остается. Один-два константа, в принципе, можно вытащить. Дальше у нас помимо плотности одной второй есть вот эта p с точкой. И нам надо упростить это выражение так, чтобы мы могли что-то вытащить за знак интеграла. С предыдущей лекции можете помнить, что твист это уникальное представление скорости, которое постоянно для всего тела. Что твист не зависит от системы координат, которую вы выбрали для тела. То есть, если взять этот маркер, выбрать, допустим, систему координат на одном краю и систему координат на другом краю, или еще любой другой, для них твист будет один и тот же. Идея такая, что мы сейчас вот это перепишем таким образом, чтобы это была зависимость от твиста, который мы можем вытащить из-под знака интеграла. Это мы как раз попробуем сделать. У меня все это, в принципе, то, что я собираюсь написать на доске, оно есть в слайде, но если я просто прощелкаю, я боюсь, просто это будет непонятно. Поэтому я прокомментирую и распишу полностью весь вывод. Потому что записывать не обязательно, это будет в слайде. Так вот. Мы знаем, что если у нас есть вектор положения точки и есть однородная матрица преобразования от одной системы координат в другую, то вот это выражение имеет смысл. Мы можем отсюда выразить скорость p.0. У нас будет производная от произведения плюс h с точкой умножить на p и t плюс h умножить на p и t с точкой. Так как мы жестко связали систему координат и с телом, вот это p и t является константой, поэтому производная будет равна нулю. Поэтому мы остались только с вот этим элементом. Мы можем выписать твист для тела i, которое вращается относительно системы координат 0 и выразить это движение в системе координат самого тела i. Это будет равно h и t, h и тут, значит, здесь 0, 0 и точка вот здесь. И отсюда мы можем выразить как раз вот это h с точкой. h с точкой о и t будет равна твист умножить на обратное. То есть обратное это h 0 и t на твист, который мы можем подставить сюда. Соответственно, если вот это вставим сюда, то у нас получится p 0 с точкой умножить на однородную матрицу преобразования умножить на твист. Это как раз то, что вы здесь видите. h однородную матрицу преобразования, t это пространственный вектор скорости. Тильда означает, что это матричная форма записи, что у нас угловая скорость в косметричной форме записи 3 на 3. И линейная скорость из трех элементов состоит. Однородная матрица преобразования это 4 на 4. твист в матричной форме это тоже 4 на 4. p и t это столбик из четырех элементов. Если мы это подставим и перемножим, это очевидно, что, представьте, это вы умножаете на это, получится r умножить на угловую скорость, потом умножаете на этот вектор. Поэтому здесь еще один элемент. Ну и если вы вот этот вектор умножаете с вот этой строкой, 0 умножить на p будет 0, поэтому он остается у вас только r, умножить на линейную скорость, получается вот такая штука. Получается, что первая строка, если ее отдельно выразить, она будет равна, что p с точкой, равно в этом выражении. Дальше можно за скобку вытащить матрицу поворота, у вас будет вот такая форма записи. Тильда означает, что это косметричная форма записи, а вы можете уйти к векторной форме записи, и тогда будет... Вот это надо переписать, как векторное перемножение. А так как она косметрична, вы можете поменять местами их, но будет единица, потому что косметричность, это значит, что если у вас есть какая-то матрица, и она равна себе же транспонированной, тогда она косметрична. Можно опять вернуться к косметричности, только теперь будет косметричная не угловая скорость, а вектор p. И вот это выражение можно записать в матричном виде, и вот эта угловая скорость и линейная скорость будет не что иное, как самый этот твист, который мы искали. А твист, он постоянный для всего тела, и его как раз мы можем вытащить из-под знака интеграла. То есть вот эту p с точкой мы теперь вставляем в выражение для кинетической энергии. p с точкой, это то, что мы сейчас выражали. Вставляем выражение для кинетической энергии, повторю, здесь одна вторая, плотность, p с точкой транспонирована, умножена p с точкой на dv, то есть сейчас это кинетическая энергия тела. Пока тут интеграла нет, это не всего тела, а маленького кусочка. Бесконечно малого объема, это его кинетическая энергия. Подставляем. И что мы здесь видим? Ну давайте я это распишу, чтобы было понятней. p точка 0 это минус r o и t p и t r o и t и twist. У вас перемножается p 0 точка транспонированная с ней же, поэтому нам надо выразить еще транспонированное значение. Когда мы транспонируем, мы меняем местами, то есть у нас будет твист транспонированный и вот это выражение транспонированное. Когда мы транспонируем, у нас столбики меняются местами со строками, то есть у нас будет вот такое вот выражение и это все транспонированное, на R и T0 тоже транспонированное. Что мы дальше можем переписать, как... Если вот это мы транспонируем, у нас опять же меняется местами, то есть будет минус P тильда и T транспонированное умножить на матрицу R транспонированную, но мы знаем, что транспонированная матрица поворота равна же инверсной, поэтому мы просто меняем индексы местами. R и T0, и здесь тоже меняем индексы местами. Так... Если мы перемножаем P.0 T с P.0, то у нас получается твист транспонированный, потом вот эта вот матрица умножить на вот это выражение. Если это дальше перемножать, то вы получите вот эту матрицу, которая называется матрица инерции. Пока это матрица инерции, кусочка тела бесконечно малого объема. Если мы считаем кинетическую энергию всего тела, нам надо взять интеграл от всех этих бесконечно маленьких кусочков. Твист, потому что это величина постоянная, мы можем вытащить из-под знака интеграла. И у нас останется только вот это произведение, которое зависит от вектора P, собственно, где этот точечко, где этот бесконечно маленький кусочек находится, и ориентация. Здесь идет информация только об конфигурации, какой кусочек объема мы рассматриваем, плотность и объем. То есть, если это, представьте, равно единице, то это было бы просто M. Это была бы просто масса. И у нас была бы 1, 2, транспонированная скорость умножить на массу скорость. Только вот эта форма записи, она для тела непостоянной плотности, где масса распределена по всему объему тела. Тело движется в трехмерном пространстве, у него есть как угловая скорость, так и линейная скорость. То есть, самый общий случай. Кинетическая энергия тела. Можно написать вот в такой аккуратной форме записи, где I будет называться тензор инерции. Если все расписывать в этот интеграл, то получится вот такая вот матрица. Это написано тензор инерции в общем виде. Но есть такая система координат, которая на английском называется принципл. Дословно переводится как основная или центральная. Я не знаю, как правильно назвать в русской терминологии. Зодей в том, что есть такая система координат, которая совпадает с центром масс тела. И для него будет уникальная тензор инерции, в котором элементы находятся только по диагонали. То есть, здесь вот этот тензор инерции для центра масс, размерный 6 на 6, где вот этот момент инерции из трех элементов стоит. И здесь масса тела, этот скаляр умножить на единичную матрицу. То есть, у вас этот тензор инерции будет выглядеть как Момент инерции по иксу, дальше нули. Момент инерции по игреку, момент инерции по зет. Масса, масса, масса. Ну и, соответственно, здесь тоже нули. Так мы описываем инерцию, в общем, всю массу тела, которая движется как поступательно, так и совершает какое-то сложное вращательное движение. Так, дальше. Если его расписать, если раскрыть чему равен твист, чему равен момент инерции, вы получите вот такое выражение, которое знакомо, которое выглядит примерно как для скаляра. То есть, здесь масса на квадрат скорости и момент инерции на угловую скорость по каждой оси. То есть, если у вас вращение по иксу, вы берете этот элемент, если у вас по игреку, то и этот элемент, если у вас по зет, то и этот элемент. Если у вас какое-то сложное движение вокруг всех осей, то вы берете все эти элементы. Так, мы разобрались с кинетической энергией. Теперь рассмотрим уравнение Эйлера для движения. Мы знаем, что импульс... Здесь P — это не вектор положения, это импульс сейчас. Импульс равен массу умножить на скорость. Если мы распишем то же самое для пространственного движения, то у нас будет пространственный импульс равен произведению тензора инерции умножить на скорость. Пространственный вектор скорости — твист, который является в данном случае вектором из шести элементов. Три из которых угловая скорость, три из которых линейная скорость. Чему равен второй закон Ньютона? F равно чему? Масса ускорения — это чему нас учат, но это неправильно. Фила равна не MA, а P с точкой. Потому что большинство случаев, которые мы рассматриваем, да, масса постоянная, но если мы рассмотрим, допустим, какого-нибудь квадрокоптера, который, не знаю, на газу, неправильно, ракету, если мы рассмотрим, в котором теряется топливо, у него масса будет переменная. Правильно говорить, что сила равна P с точкой. F равно P с точкой. То есть сила является изменением импульса. А импульс зависит не только от скорости, но и от массы тоже. И в случае нашей формы записи, в случае винтового исчисления группы, P с точкой равен пространственному ковектору силы моментов, то бишь рэнчу. Мы хотим выразить динамику всего тела. То есть мы выразили кинетическую энергию, а мы хотим, в принципе, получить информацию о динамике. Для этого нам надо вспомнить, что такое присоединенная матрица или сопряженная матрица, или также ее называют аджойн, которую мы используем для того, чтобы изменять в какой системе координат мы выражаем движение. То есть здесь у нас описывается движение тела I, которое движется относительно тела J, и это движение выражено в системе координат J. Мы можем выразить это движение через движение тела I относительно тела J, но выражено в системе координат тела I через аджойн. У нас есть прямая связь, как мы можем переходить с одной и в другую. Здесь в общем виде, когда у нас три разные системы координат. В общем, если мы возьмем производную от этого матрица сопряжения, здесь будет... чтобы все вот это вот понять, надо посидеть. Суть здесь такая, что мы можем выразить вот эти уравнения, которые нам сейчас понадобятся. Опять же, чтобы понять все эти символы, здесь надо посидеть не то, что несколько часов, несколько дней, а может несколько недель. Моя идея сейчас вам показать интуицию и в принципе по верхам пройтись по всему этому... по всем этим концептам. Так вот, здесь мы знаем, что мы можем выразить вот эту штуку. Я не хочу пояснять, что это такое, больно уж это трудоемко, но мы можем это посчитать. И до этого мы сейчас обсуждали, что P с точки равна ренчу, но это только для движения, если мы выражаем его в инерционной системе координат, то есть неподвижной системе координат. Не в системе координат тела, а в системе координат, допустим, окружения. Но мы хотим выразить динамику в системе координат самого тела. Например, вы конструируете и прорисовываете конструкторские формы в SolidWorks. Это все равно, чтобы... Если вы сейчас его откроете, SolidWorks будете рисовать, у каждого тела будет своя система координат. Если вы нажмете анализировать массу, он вам построит тензор инерции относительно системы координат, которая связана с телом. Вот это валидно только если бы у вас каждое тело было бы связано с одной неподвижной системой координат, что, в общем-то, не так. Нам надо получить вот это выражение относительно системы координат самого тела. Для этого нам надо сделать вот эту абракадабру, которая была на предыдущем слайде. Если мы пройдем через весь этот вывод, если вам интересно, вы можете пройти через весь, и мы придем к вот этой форме записи. Здесь есть PITS точка, выраженная в системе координат И, равен пространственному ковектору силу в системе координат И и плюс вот эта штука. У нас появился еще один элемент. Этот элемент называется гироскопический, гироскопический эффект, или, как это называется в русской литературе, эффект Дженебекова. Смотрите, тело меняет ориентацию. Просто сказал бы, нифига. Это как раз называется гироскопический эффект. Он называется эффектом Дженебекова, потому что Дженебеков, советский космонавт, который спасал станцию Салют-7, был еще такой фильм. Он это первый раз обнаружил в живую в космосе. До него этот эффект не исследовали. Хотя оно напрямую выражается из динамика, как мы сейчас увидели. Есть вот этот элемент, сейчас к нему вернемся еще, и мощность, если умножить вот этот компонент Ренча на Твист, мощность всегда будет равна нулю. он не совершает никакой полезной работы, но он есть, и для грамотного описания динамики телом надо его учитывать. Например, Стефан Сарвежоли, чей материал как раз я использовал для подготовки этой лекции, он участвовал в полете полете самолета, который на каком-то промежутке времени находится в свободном падении. 0G такой самолет у европейской космического агентства и его используют для исследований. И Стефан на нем летал и как раз он смог сделать аналогичный видеоролик, когда он подкидывает объекты в воздухе и они точно так же крутятся. Так вот, вот эти компоненты, они как раз связаны с вот этим гироскопическим эффектом. Вы можете его, кстати, заметить сами. Если крутить какой-нибудь объект относительно вот этой оси, он будет стабильнее. Если крутить относительно вот этой оси, то тоже будет вращаться стабильно. Но если вращать относительно вот этой оси, то он будет делать такой флип. Он будет переворачиваться. В общем, можете попробовать сами и убедиться, что он делает кувырок. Его может быть сложно видеть. О! Опа! Так, сейчас не получилось. Он делает кувырок, это как раз он. Так как импульс это все равно, что range, то есть усилия, если мы перемножим каждый элемент с соответствующим пространственным вектором силы, мы получим мощность. Здесь сила умножается на скорость, сила на скорость, сила на скорость, и все это мощности. И с помощью такой простой схемы можно описать динамику тела. То есть, когда мы смотрели на бонграф четверхзвенника, используя базу тригонометрию, это был большой некрасивый бонграф, но если используем и миндовое исчисление, то такой простенький бонграф, при этом, который учитывает всю динамику тела, в том числе этот гироскопический эффект. здесь P с точкой T это мощность, которая накапливается в теле, то есть, пока тело летит, в нем накоплена кинетическая энергия, это как раз здесь мы отображаем всю энергию, которая накопилась в теле. Вот это как раз гироскопический эффект моделируется с помощью джиратора А3 это мощность, которая была подана на вход. Мощность, которая была приложена к телу, чтобы тот отправился в это свободное падение. То есть, когда я подкидываю тело, я как раз прикладываю вот этот элемент к телу, чтобы он отправился в полет. Пока он в полете, вот эта мощность сохраняется в теле. Это для полной картины. Так выглядит бонграф кинематической пары. это просто кинематика. Если собрать все уравнения, выразить весь бонграф, получится те же самые уравнения, которые мы будем использовать для решения задачи кинематики. мематики. Если раскрыть, чему равен импульс, если раскрыть, чему равен импульс, подставить все элементы, сделать все эти алгебраические преобразования, то мы придем просто к второму закону Ньютона, который написан в общем виде. Это ма, это усилие, равно усилию, и это связано с линейной скоростью. То есть оно как бы там. Это более общее выражение для второго закона Ньютона. Линейное движение и вращательное движение. Это мы рассмотрели динамику твердого тела. Просто одного твердого тела. Те же самые концепты могут быть использованы и для эластичного тела, и абсолютно твердого, но и с деформацией просто там есть свои нюансы. Теперь рассмотрим уравнение Элли Лагранжа, которое в принципе мы уже решали для выполнения третьего практического задания и в рамках второй работы тоже рассматривали. Откуда они такие берутся? Вообще можно выразить это уравнение Элли Лагранжа, оно выводится за несколько строк, да, у меня кстати оно тут есть, но в общем это весь вывод уровня Элли Лагранжа, но нам это не существенно. Главный принцип такой, что есть такой принцип наименьшего действия Гамильтона, согласно которому которому любую систему можно описать с помощью обобщенных координат обобщенные координаты которые описывают всю конфигурацию тела например если мы говорим о роботе открытой кинематике обобщенными координатами будут углы поворота каждого тела мы можем связать с этим функцию как раз Лагранжа которая будет стремиться к минимизации что он на протяжении времени стремится к нулю это собственно принцип Гамильтона и отсюда из этого принципа наименьшего действия Гамильтона выражается уравнение Элера Лагранжа оно равно нулю если наша система консервативна это значит что она изолирована на нее не действует усилие мы не прикладываем никакое усилие и у нас нет в общем у нас нет никакого управляющего воздействия если если же мы прикладываем к роботу какое-то усилие она уже является неконсервативной и тогда уравнение Лагранжа выглядит таким образом как раз это форма запись которую мы и будем использовать так вот если мы рассмотрим кинематику робота то кинетическая энергия будет равна кинетическая энергия всего тела будет равна сумме кинетической энергии каждого звена мы просто суммируем каждое звено вместе для чего для того чтобы выразить Лагранжан как вы помните Лагранжан равен разнице между кинетической потенциальной энергией чтобы выразить вот это уравнение нам сначала надо выразить Лагранжан который кинетическая минус потенциальная кинетическая энергия сумма кинетической энергии каждого тела и мы с вами только что рассмотрели как мы можем выразить кинетическую энергию тела это твист тела транспонированный умножить на тензор инерции умножить на твист тела нетранспонированный и один умножить на одно второе как твист считать мы помним через Экебиан выражение для кинетической энергии тела твист будет равен Экебиан умножить на угловую скорость мы это рассматриваем на предыдущей работе на предыдущей лекции Экебиан в данном случае он не аналитический который выводит с помощью производных а геометрический который выводит из геометрии и в данном случае так как твист всегда состоит из шести элементов то и Экебиан будет состоять из шести элементов а столбцов там ровно столько же сколько и звеньев то есть если у вас два звена то Экебиан будет состоять из двух столбцов три три соответственно ограничивается количеством звеньев для шестизвенного робота манипулятора у нас будет шесть на шесть и мы можем тогда брать обратную потому что квадратный Экебиан если у нас меньше звеньев у нас Экебиан является не квадратным мы не можем брать обратную но зато мы можем брать псевдообратную матрицу так вот для для тела мы можем выразить Экебиан для каждого звена и он будет выглядеть следующим образом что мы просто не полностью заполняем этот Экебиан то есть например у нас три звена у нас три столбца но Экебиан для первого тела будет состоять из первого столбца а второй и третий будет обнулен для второго тела будет заполнен первый и второй третий обнулен для третьего будет все заполнены так мы составляем Экебиан для конкретного тела и умножаем на соответствующий вектор угловой скорости и получаем твист пространственный вектор скорости конкретно заданного тела умножаем на соответствующий тензор инерции получаем генетическую энергию соответствующего звена первого второго третьего Потом все их суммируем между собой, получаем кинетическую энергию всего робота. Вот, собственно, здесь это и отображено, что твист равен якобиан на угловую скорость. Нам нужен вот этот джойн, чтобы перейти из одной системы координат в другую, то есть перейти к системе координат тензора инерции, относительно которого у нас выражаются все динамики, относительно центра масс. И слева ровно то же самое, просто транспонированное. И вот эти вот все элементы, якобианы, аджоинты, тензор инерции, это будет составлять матрицу масс. Тело. То есть здесь можно об этом думать как... Вот, это кинетическая энергия тела, выраженная через якобианы. То есть у нас здесь одна вторая кусточка, это угловая скорость, которую мы задаем непосредственно. Мы управляем скоростью сочленений. Это как раз здесь находится. И между ними m. Это почти как mv квадрат, только вот этой каноничной форме mv квадрат у нас m является скаляром, а здесь m изменяется от q. Он зависит от q, и поэтому у вас есть вся эта нелинейность. Почему динамика нелинейна? Это как раз из-за того, что у нас здесь появляются вот эти элементы зависимости. Что мы можем представить, что при движении робота у него изменяется расположение массы, у него изменяется вот эта вот матрица инерции всего тела. Мы можем выразить матрицу масс для всего робота. Он будет равен матрице инерции, будет равна сумме матриц инерции каждого звена, который выражается, соответственно, по вот этому выражению. Якобиан соответствующего звена adjoint. У нас есть выражение, которое его считает. У нас тензор инерции, тоже мы можем его составить. Самое простое это, допустим, у нас есть какой-то файл, модель звена. Тензор инерции автоматически считается любым сапром. Можно оттуда выгрозить. То есть, например, можно сделать всю модель робота в том же Solidworks и импортнуть его в MATLAB. И все эти тензорные инерции автоматически будут отправлены в MATLAB. Вот красота этой формы записи в том, что да, здесь надо потратить время, чтобы полностью понять все концепты и как оно было выражено. Повторяюсь, моя задача сейчас, как я вижу, просто познакомить с этим подходом. Я не рассчитываю, что вы сейчас все поймете. Красота в том, что эта форма записи, она одна и та же, вне зависимости, какой у вас робот. Это позволяет сделать скрипт. То есть, вы на ранних этапах указываете просто относительно какой оси у вас происходит движение. Это вот угловые скорости. Мы там писали, что надо V написать. У вас угловая скорость двигается. Тело двигается относительно X, тогда у вас 1,0,0. Или относительно Y, тогда 0,1,0. И так далее. Вот на этих ранних этапах вы описываете всю конфигурацию робота, а дальше все эти уравнения, они едины вне зависимости от вашего робота. Разве что количество вот этих M-иток будет зависеть от количества звеньев вашего робота. Это позволяет сделать скрипт, который просто автоматически посчитает вам все матрицы M, C, M для уравнения динамики. Итак, мы выражаем матрицу масс. С потенциальной энергией все проще. MGH все точно так же. Просто нам надо выдернуть высоту центра масс над уровнем, наказательное которого мы мерим. Мы просто берем однонародную матрицу преобразования и оттуда выдергиваем Y. То есть у вас однонародная матрица преобразования. Это матрица поворота здесь 3 на 3, 0,0,0. PX, PY, PZ, 1. И чтобы посчитать потенциальную энергию, вам надо вот этот PY оттуда вычленить. Чтобы его вычленить, надо просто умножить на вот этот вектор, и как раз он оттуда тогда выйдет. Потенциальная энергия всего робота будет равна сумме потенциальных энергий каждого звена. Так, мы разобрались с Эйлером Лагранжем. Теперь мы выведем с вами уравнение динамики робота. Вот это. Мы его уже чуть-чуть касались, а теперь мы поймем, а как оно выражается. По крайней мере, концептуально. Лагранжан. Лагранжан выражается как разница между кинетической энергией и потенциальной энергией. Как выражается кинетическая энергия, мы только что рассмотрели. Одна вторая угловая скорость обобщенных координат на матрицу инерции. Угловая скорость обобщенных координат минус потенциальная энергия. И дальше мы можем взять эти частные производные всех. Опять же, здесь надо посидеть, чтобы разобраться со всеми его выражениями. Но мы можем пройти через все это лагибраическое преобразование. И прийти к вот такой форме, что у нас есть матрица масс, умноженная угловой скоростью. Потом нечто, что умножается на угловые скорости, производные от положения угловой скорости. И градиент от потенциальной энергии. Матрицу инерции мы уже узнаем. Это есть не что иное, как силы гравитационные. Это гравитация, вес звеньев. А вот это между ними, это называется символ Кристофеля, который позволяет рассчитать матрицу С, которая содержит креолисовую и центробежные усилия. И у вас получается такая форма записи. То есть для тех, кто выполнял практическое задание второе и выбрал второй метод, вы тогда выражали, вы должны были выразить уравнение динамики вручную. Просто вы вручную выписываете уравнение Лагранжа, у вас получается вот такое выражение для Тау-1, такое же выражение для Тау-2. И элементы, которые содержат Кус с двумя точками, оно ходило к матрице инерции. Элементы, в котором были две перемножения угловых скоростей, то есть Кус с точкой, две Кус с точкой перемножались, все они шли к С, а все остальное, что не попало сюда и сюда, гравитационные силы шли сюда Ж. Но вообще, все это же можно получить скриптом. Главное это выразить кинетическую энергию через якобианы, аджойнты, тензоринерции. Кориолисовая усилия, кориолисовая сила, центробежная сила, выражается из матрицы М, скриптом, через символ Кристофеля. Скрипт я вам предоставлю. Сила гравитации рассчитывается из потенциальной энергии как градиент. То есть мы выражаем потенциальную энергию, берем частную производную по облегченным координатам и получаем гравитационные силы. И все это равно моментам, которые необходимо приложить к роботу, чтобы скомпенсировать его динамику. Дальше я бы хотел рассмотреть пример, но у нас как раз заканчивается время. Я думаю, что с этого мы как раз и начнем нашу вторую лекцию. Давайте сейчас сделаем перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!